МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Десятки юных жителей ВИДНОГО и их родителей стали свидетелями церемонии открытия нового детского сада в микрорайоне Южное ВИДНОЕ. День сотрудника МФЦ в Московской области отмечается во вторую субботу сентября, а у Ленинского центра госуслуг двойной праздник. В этом году им исполнилось 10 лет. За это время мы, конечно, выросли. Мы начинали с нескольких 20 окон, которые у нас были полупустые. В историко-культурном центре открылась традиционная ежегодная выставка «Мир глазами земляков». Это выставка рекордсмен по количеству новых участников. В микрорайоне Южное ВИДНОЕ открылся новый детский сад. Его возведение началось еще в 2016 году, но из-за финансовых проблем застройщика было заморожено. Благодаря усилиям администрации Ленинского округа строительство возобновили. И вот десятки юных жителей города и их родителей стали свидетелями церемонии открытия нового дошкольного учреждения. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук! Ту-ту-у! Сказочные персонажи, в которых на время превратились сотрудники детского сада, поднимали праздничное настроение. Пестрая и яркая здания выделяются на фоне окружающих многоэтажек. На территории расположены прогулочные площадки с верандами и малыми архитектурными формами. Первые впечатления от сада у родителей только позитивные. Все красиво, все хорошо, ярко. Я думаю, детям должно понравиться. А внутри что ожидаете? Внутри, конечно, все новое. Детский садик все-таки новый. Наверное, все яркое, такое же, как и сам садик. Разноцветное, красивое все. Не только красивое, но и безопасное. Все площадки оснащены мягким покрытием. Территория детского сада имеет надежное ограждение. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. Пенсионерка Надежда Геннадьевна Адамчук привела в сад внука Гришу. Признается, теперь хлопот с маленьким непоседой станет поменьше. Мама с папой у нас на работе, очень заняты. Мама не могла отпроситься. А бабушка с ними всегда. Куда же? Сейчас полегче стало быть будет? Ну, разумеется, мы лето дома сидели. Спасибо, что новый садик близко к дому. И дай бог, что все хорошо было. Возводить трехэтажное здание начали в 2016 году. Но из-за финансовых проблем застройщика строительство было приостановлено. Благодаря усилиям администрации Ленинского городского округа работы были возобновлены в прошлом году. И вот детский сад встречает первых маленьких посетителей. Он здесь нужен. Я не сомневаюсь, что он станет теплым, уютным и радостным. Жизнерадостным для детей. Ну, и я не сомневаюсь, что это очень порадует мам, которые вот сейчас стоят, улыбаются. Думаю, что у них будет чуть-чуть больше свободного времени на себя. Из рук представителя застройщика, директор седьмой видновской школы, в структуру которой войдет новое дошкольное учреждение, получила символический ключ. Красную ленточку вместе со взрослыми, которые сделали все, чтобы сад заработал, перерезали и его маленькие хозяева. После окончания официальной части гостей пригласили на небольшую экскурсию. В учреждении создана безбарьерная среда. Имеются пандусы, установлен пассажирский лифт и отдельная туалетная комната. Детский сад рассчитан на 15 групп, которые будут посещать 280 детей. На первом этаже здания оборудованы медицинский кабинет и пищеблок, где гостям предложили пирожки. Детей в саду обещают кормить вкусно и полезно. Каждое групповое помещение укомплектовано мебелью, индивидуальными шкафчиками для одежды, кроватями. Есть здесь и спортивный зал, и помещение для музыкальных занятий. Общая площадь здания почти 6000 квадратных метров. И все устроено так, что здесь можно проводить и различные дополнительные занятия. Можно также использовать эти помещения для привлечения других специалистов, для развития детей в других направлениях. И зарабатывать на этом деньги для того, чтобы вкладывать деньги в развитие детского сада. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. День сотрудника МФЦ в Московской области отмечается во вторую субботу сентября. А у Центра госуслуг «Мои документы» Ленинского округа двойной праздник. В этом году ему исполнилось 10 лет. На торжественном мероприятии побывал Дмитрий Книга. Перед началом нового рабочего дня Центр госуслуг «Мои документы» посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, чтобы поздравить сотрудников с первым 10-летним юбилеем со дня основания учреждения. Я считаю, что коллектив Ленинского МФЦ работает на 5, может быть даже на 5 с плюсом, но при этом нет предела совершенства. Поэтому наша задача открывать новые офисы, приближая эту услугу, возможность получать. У нас такое радостное событие случилось буквально вчера. Мы открыли полноценный офис в пригороде Лесное и не собираемся останавливаться. Эти точки притяжения должны появляться и приближаться к местам проживания людей. Система многофункциональных центров была создана для упрощения оформления документов и получения населением государственных и муниципальных услуг. Сейчас уже сложно представить себе жизнь без Центра «Мои документы». За это время мы, конечно, выросли. Мы начинали с нескольких 20 окон, которые у нас были полупустые. Сейчас у нас на территории городского округа, Ленинского городского округа, 62 окна. Это 4 полноценных офиса. Почетные гости поздравили собравшихся с праздником и наградили лучших работников учреждения грамотами, благодарностями и памятными подарками. Это уже без МФЦ и жить невозможно, потому что здесь, как говорится, все вопросы, какие нужны людям, документы, все эти направления, все справки, буквально все. Поэтому очень нужна, конечно, эта организация. Центр госуслуг нашего муниципалитета занимает одни из лидирующих позиций в Подмосковье. Неоднократно сотрудники организации становились лучшими в Московской области в своей сфере деятельности. Секрет успешной работы в грамотном руководстве и сплоченном коллективе. Все операторы друг за другом стоят горой. И в любых конфликтных ситуациях мы стараемся решить вопрос как из-за этого, так и с оператором, чтобы никто в обиде не остался. Многофункциональный центр продолжает развиваться. Многочисленные услуги переходят в электронный формат, а в разных частях муниципалитета открываются дополнительные офисы учреждения. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В продолжение темы. Четыре окна для приема документов и восемь мест для самостоятельной работы. В микрорайоне пригород Лесное открылся долгожданный цифровой офис многофункционального центра «Мои документы». Екатерина Коваленко была в числе первых посетителей. Очень быстро и очень близко в микрорайоне пригород Лесное начал свою работу новый цифровой офис многофункционального центра «Мои документы». Поздравить с открытием приехали глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Округ прирастает все больше и больше новыми микрорайонами. Это очень важная составляющая как раз для каждого жителя иметь возможность не где-то в одном месте получать, а по месту жительства. Теперь местные жители смогут получить необходимые им государственные и муниципальные услуги, не выезжая за пределы своего ЖК. Всего их в перечне более 300 видов – от оформления различных личных документов до регистрации прав на недвижимость. «А здесь по сути все, кроме загранпаспорта?» «Кроме загранпаспорта 10 лет, да, потому что там можно специально оборудовать. «А, 5-летний можно, да?» «Да, да, все остальное, кроме загранпаспорта 10 лет мы принимаем». Только за первый день работы в новом офисе приняли более 100 человек. В ближайшее время планку планируют поднять до 350 посетителей. Упор здесь сделан в первую очередь на цифровые услуги. На сегодняшний день большая часть услуг региональных, федеральных, она перешла на подачу в электронном виде. У нас для этого организовано 8 окон приема таких услуг, где присутствуют наши специалисты-консультанты, которые помогают это сделать гражданам. А еще 4 окна, где обрабатываются заявки, которые невозможно подать через портал госуслуг. Штат офиса полностью укомплектован. Эффективная и слаженная работа всех 19 сотрудников позволяет обслуживать заявителей без очередей и с комфортом. Но главный плюс – это, конечно, пешая доступность. Это очень удобно. Нам, тем более, с маленьким ребенком. Далеко идти не нужно. Приходилось ездить либо в город Видное, либо пользоваться услугами МФЦ в Москве. Теперь только сюда. Сейчас число жителей микрорайона Пригород-Лесной около 30 тысяч человек, но уже в ближайшие годы эта цифра вырастет втрое. Мы четко понимаем, что то, что построено, то, что открыто сегодня, оно, наверное, справится с потребностями. Может быть, в течение 2024-2025 года она исчерпает свою мощность. Поэтому мы четко понимаем, что очень большой, полноценный, качественный дополнительный офис, где-то порядка на 30 окон нужно здесь строить. Работает новый офис МФЦ с 8 утра до 8 вечера без перерыва и выходных. В Ленинском городском округе продолжается ремонт игровых зон. Наша съемочная группа побывала в Северном квартале, во дворе дома номер 21, где полным ходом идут работы по обновлению детской площадки. Вместо устаревших качелей-каруселей у 21 дома в Северном квартале совсем скоро появится целый игровой комплекс площадью около тысячи квадратных метров. Ремонт детской площадки стартовал две недели назад. За это время демонтировали аварийные элементы и заменили асфальтовое покрытие. Сейчас идет установка малых архитектурных форм. Все работы ведутся с учетом пожеланий местных жителей. Стараемся следовать пожеланиям. Если есть какие-то замечания, пожеланиям, всегда стараемся учитывать, прислушиваться. Девятилетняя Ангелина Беглариан с нетерпением ждет открытия детской площадки в своем дворе, где будет весело проводить время после уроков со своими друзьями. Я очень рада, что здесь будет такая большая площадка. И я бы очень хотела, чтобы здесь была тарзанка. После установки 15 игровых элементов для детей разных возрастов рабочие приступят к укладке безопасного резинового покрытия. Стоит отметить, что параллельно в муниципалитете обновляют игровые зоны еще по нескольким адресам. У нас запланировано в 2023 году 8 площадок. Это у нас Северный квартал 21, на котором мы находимся, Северный квартал 11-13, ПЛК 37-39, Лемешка 18, Строительная 29, Советская 34 и Деревня Корбова весеная 62. Все работы по реконструкции детских площадок в округе планируют завершить к концу сентября. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Ежегодно 7 сентября в городе Видное сотрудники ГИБДД проводят акцию «Зебра» в рамках окружного проекта «Внимание, дети». Нестандартный подход к организации мероприятия призван привлечь дополнительное внимание к необходимости соблюдения правил дорожного движения. Обо всех подробностях расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. В Ленинском городском округе проходит информационно-пропакандистское мероприятие «Внимание, дети», в рамках которого состоялась акция под названием «Зебра». Программу разработали сотрудники госавтоинспекции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Цель проекта – это снизить случай дорожно-транспортного травматизма с участием детей. В рамках этого мероприятия наши сотрудники дежурят на пешеходных переходах, напоминают участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения. Целью все-таки обратить внимание водителей на соблюдение скоростного режима в городе, на соблюдение правил переезда пешеходных переходов. Одно из традиционных мест проведения акции – пешеходный переход на проспекте Ленинского комсомола у детской поликлиники. Привлечь внимание водителей и прохожих помогает аниматор в костюме «Зебры» из Центра детского творчества «Импульс». Нестандартный подход нравится горожанам. У нас в Центре и непосредственно мой коллектив ведется большая работа по безопасности дорожного движения. И мой коллектив сотрудничает с госавтоинспекцией уже на протяжении многих лет. Я думаю, что это обратит внимание многих жителей на правила дорожного движения, как вести себя на дорогах и для детей. Организаторы раздавали памятные листовки, а также подарили юным пешеходам светоотражающие элементы. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Накануне Дня Ленинского округа и города Видное в историко-культурном центре открылась традиционная ежегодная выставка «Мир глазами земляков». На ней представлены художественные работы местных жителей. Что интересного ждет посетителей, расскажет Юлия Погосян. Буйство красок и тематик. В этом году традиционная выставка изобразительного искусства отличается количеством участников и представленных работ. Более 300 картин и подделок, созданных руками жителей Ленинского городского округа. Выставка такая нужна. Она нужна просто и с точки зрения познавательной, и с точки зрения того, что отметить труд, талант тех людей, которые этим делом занимаются. Выставка «Мир глазами земляков», которая традиционно проходит в преддверии Дня Ленинского городского округа и города Видное, юбилейная, десятая, бок о бок работы профессиональных мастеров и начинающих художников. Это выставка рекордсмен по количеству новых участников. У нас более 30 новых участников. Нам радостно, что новые имена у нас появляются. Значит, наш проект живет, значит, он развивается. Ну и, наверное, по возрастным категориям, это тоже очень интересная выставка. У нас есть работы девочки четырех лет. И у нас есть активные долговеты наши, да, люди золотого возраста, которым уже за 80. Впервые свои картины в залах историко-культурного центра разместила и сотрудница телеканала «Видное ТВ» монтажер Ольга Садовская. Ее работы отличаются наличием на полотнах и ярких деталей. А гордость художницы Марины Семенова и ее картина маслом «Мимоза». Мимозу хотела очень нарисовать, но когда начался процесс создания этой мимозы, что-то пошло не так, и я нарисовала девушку, которая купается. Но назвала ее «Мимозой». Вот всю неделю я хотела нарисовать. Весна началась, мимозу, желтую, но потом нарисовала девушку. Работы талантливых земляков вдохновили посетителей. Некоторые мотивы перенесли гостей выставки в детство. Вот картина «Осень Суханова», например, это мое детство. Я там жила, я там видела вот этот мост, вот там беседка. Очень красиво. Выставка «Мир глазами земляков» продлится до 15 октября. Вход свободный. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.